Урожаемые пассажиры, не переходите пути на установленных местах. Несмотря на предупреждение, пассажиры активно перепрыгивают через пути, перетаскивают через них баулы. За то, что нарушает правила и не пользуется пешеходным мостом, транспортная полиция может запросто составить протокол о нарушении. Но сегодня железнодорожники решили в первую очередь проинспектировать места переездов автомашин через железнодорожные пути. Причина – большое количество ДТП. В России с начала года уже 149. Горьковская железная дорога занимает далеко не почетное третье место по случаю ДТП. В общей сложности у нас произошло их 17 на полигоне дороги, 12 ДТП с пострадавшими, с пассажирскими поездами. Из них три ДТП в Удмуртии. Особенно страшные в Пугачево. В июле двое подростков на мопеде надеялись проскочить перед локомотивом. Один мальчик погиб на месте. До сих пор я уже видел, что у них скорость большая. Они даже не пытались притормаживать. Я применил это на торможении. Конечно, оно не спасло. Ведь тормозной путь у поезда один километр. И это очень хорошо видно из окна машиниста. Поэтому железнодорожники и решили провести такой рейд. Показать прямо из локомотива, насколько опасно несоблюдение правил на железнодорожных переездах. Как говорят в Министерстве транспорта, предприятия, занимающиеся крупными пассажирскими перевозками, над профилактикой нарушений работают. Гораздо сложнее с частниками. Примерно в Удмуртской республике 50 индивидуальных предпринимателей занимаются перевозкой пассажиров автомобильным пассажирским транспортом. То есть это огромная масса частных водителей, которые так или иначе приходят на рынок перевозок пассажиров. Не всегда индивидуальные предприниматели добросовестно относятся к инструктажам. Автомашин, нарушающих правила, вреде не оказалось. А вот этого пешехода, если бы вместо автоматриса ехал настоящий поезд, уже не было бы в живых. Женщина даже не реагировала на сигнал локомотива. Водителям автотранспорта железнодорожники раздали памятки и напомнили. Выезд на железнодорожный переезд, даже при закрывающемся шлагбауме или запрещающем сигнале светофора, стоянка на переезде могут наказываться лишением прав на срок до полугода при повторном нарушении на год.